С наступлением весны наша медицина стала опасаться инфекционных заболеваний. Причин для этого было предостаточно. Постоянное недоедание привело к ослаблению организма. К тому же бойцы пили сырую подпочвенную болотную воду из воронок, так как других источников поблизости не было, а снег к тому времени уже растаял. Правда, пока все обходилось благополучно, благодаря кипучей деятельности нашего батальонного военфельдшера Ивана Васильева, толкового молодого парня. Он хорошо знал свое дело, к тому же был храбрым малым. В бою наш Михалыч, как его звал весь батальон, занимался не только своим непосредственным делом – перевязкой и эвакуацией раненых, но и успевал ловко отстреливаться от противника. А однажды в бою как-то ухитрился взять в плен здоровенного фашиста. Михалыч постоянно лез в самое пекло, и ни одной сотни наших раненых бойцов и командиров спас жизнь. В минуты затишья Васильев занимался профилактикой, организовывал сбор хвои, варил из нее настойку и поил этим отваром весь батальон. Это спасало от цинги. Он делал также все возможное и невозможное, чтобы свести к нулю инфекционные и желудочные заболевания. Прямо на переднем крае Васильев ухитрился организовать подобие настоящей бани и регулярно мыл в ней весь наш батальон. «Однажды у меня что-то случилось с желудком, и пришлось обратиться к Ивану за помощью. Он дал мне предписание немедленно отправиться в медсанбат. И вот я уже топаю в наш глубокий тыл на предмет сдачи всех анализов и заключения в изолятор. По дороге меня обогнала санитарная повозка, которую правил мой земляк. Он предложил подвезти, и я пристроился рядом с ним на жестком сидении. А слух о том, что меня снайпера Николаева видели среди раненых, с большим преувеличением дошел до переднего края моего батальона. Во всяком случае, от ретивого писаря в Тамбов к маме полетела похоронка. А вообще, за время войны такие скорбные известия обо мне она получала дважды. Отлежавшись в медсанбате, я через положенное время возвращался в роту. Здоровый, с хорошим настроением шел я по ходу сообщения. Кругом привычный пейзаж, все просто, все знакомо, все на своих местах. Ну а то, что воронок стало больше, да деревьев, проще поубавилось. Дело обычное. И вдруг я услышал музыку, где-то громко по радио исполнялся вальс «Амурские волны». Звуки разносились по всему переднему краю. Странно, подумал я. И вдруг диктор противно скрипучим голосом сообщил. «Ахтунг, Ахтунг, внимание!» Говорит немецкое радио. Бойцы и командиры 14-го полка войск НКВД. Слушайте. Ваш снайпер Николаев убит нашими доблестными солдатами. Когда будете его хоронить, сообщите. Мы проиграем вам еще и разлуку. «Вот те на. Ну погодите, поганые фрицы. Я не вошел, я ворвался на командный пункт. Там сидели все командиры взводов и старшина роты. Увидев меня, они удивленно переглянулись. Тю, покойничек пришел. А я тебя уже с довольствия снял», – произнес старшина. «Нам сообщили, что тебя подбили по дороге в Месанбад. Значит, слух-то был ложный. А проверить не было времени. Повоевали мы тут с фашистами за эти дни. Теперь вот и немцы нас с толку сбили». «Больше не собьют», – пообещал я. «Ну погодите, фашистские брехуны, заткну я вам глотку». И тут же обратился к политруку. «Товарищ капитан, покажем им настоящие похороны». «А что, пошли исправлять нашу ошибку». Вооружившись снайперскими винтовками, мы с политруком вышли на передний край. Я прихватил свой подсумок, в котором всегда был набор различных патронов. Вместе с нами напросился и военфельшер. Он вооружился биноклем, который выпросил у командира роты. И прихватил автомат. День выдался чудесный. Если бы не это событие, так бы и любовался голубым небом. Высоко над головой светило солнце, ярко освещая все вокруг. Птицы щебечут, не шелохнется ни один листик на дереве. Тишь да гладь вокруг. Выбрав в овраге метрах в десяти от нашего переднего края удобные огневые позиции, мы залегли и стали наблюдать за фашистами. Они свободно, почти не маскируясь, ходили по обороне. На нашем участке в последние дни их особо не тревожили. И сейчас фашисты были видны нам как на ладони. Только выбирай. Лежа метрах в пяти друг от друга, мы с политруком недолго любовались этим мирным пейзажем. Прогремели наши выстрелы, и немцы стали падать один за другим. Васильев, вооруженный биноклем, указывал нам цели. Наконец политрук подвел итог. Ну что ж, семерых на двоих, хватит на сегодня. Давайте не будем испытывать свою судьбу. Результат неплохой, подтвердил Иван Васильев. А немцы сейчас точно откроют минометный огонь. Пошли, а то неохота мне таскать вас ранеными. Пошли, а то неохота мне таскать вас ранеными.